друзья шалом студия oasis media израиль хайфа и мы рады вас приветствовать мы продолжаем наше путешествие наш разбор в книге откровений непростая книга много аллегорических текстов основное назначение чтобы в нас был страх господень поэтому и 13 14 другие места говорят главы святой народ призываем тебя к стойкости будьте верны помните обращение еще к семи общинам семи церквям можно понять что это было обращение конкретным общинам которые были в те времена вот все времена было намного больше общин почему-то там не упоминается община в иерусалиме была громадная мощная время была община не так важно это было послание она в асию там где он был по всей видимости рожь бишоп епископ не знаю как назвать но эти слова актуальны для всех но все равно напоминаю что мы рассматриваем некоторые вещи как просто напоминание для наших душ не что-то что мы должны буквально воспринять и все-таки нам важно по-любому смотреть по сторонам и напрягать нашего внутреннего человека в водительстве желать от господа водительства как реагировать на те вещи как молиться как говорить как говорить своим близким к своим детям к тем за кого у нас есть ответственность мы разбирали в прошлых главах о войне с силами зла антихристом в чем эта война кровопролитии или это больше проблема подчинение каким-то стандартам которые существуют в этом мире и мы как верующие часто прогибаемся просто соблюдаем те же принципы жизни взаимоотношения которые в мире приняты нельзя писание выставило нам определенный стандарт этот стандарт дан был израилю он в некоторой мере перешел на уверовавших в ешуа из народов израилю по-прежнему предложено быть в области торы народу предложено соблюдать вещи которые в деяниях в 15 главе определены апостолами их некоторые называют повеление ноаха как жить как жить правильно как почитать творца понятно что в ешуа мы все стали одним большим народом священником где у израиля основополагающая роль народы над израилем как бы присутствуют соединяясь с ним питаясь из его корней все вместе мы представляем из себя божий народ так такие анти вавилон бою и воюющий с вавилоном но продолжаем читать 15 главу и посмотрим что тут говорится нам потом я увидел на еще одно великое и дивное знамение семь ангелов семью последними напастями последними потому что ими завершался гнев божий опять это аллегория то есть суды разумеется суды ангельские разумеется ангельские часто многие вещи которые происходят на земле движения каких-то природные катаклизмы мы следуем науке и пытаемся объяснить из-за того из того произошло но мы знаем и физика говорит нам что первоисточником всего являются какие-то другие скрытые процессы вполне возможно что вот о них мы как раз здесь и прочитали ангелы невидимые никакими приборами они возмущают какие-то вещи и суды происходят на земле суды происходят не автономно но выдерживают то что определила тора это что еще подтвердил мера за меру какой мере меряете такой будет вам отмерено как вы поступаете с другими вот пару дней назад у нас был в общине один служитель хороший верующий из бразилии и он рассказывал что бразилию вот в эти недели месяцы потрясли сразу несколько конфликтов внутренних конфликтов и он пояснил что были вскрыты коррупционные схемы прочее прочее и он сказал бразилия последние годы ведет явно антиизраильскую политику очень странно но так и когда верующие христиане бразилии собрались вместе чтобы проконсультировать правительство чтобы она изменила путь но правительство отвергла их после этого начали все эти проблемы вы можете сказать о или он связывает все проблемы разных правительств тем что они выступили против израиля ну наверное я так делаю потому что так делает писание так многие делают что когда то ли другая страна восстает против бога и божьего народа случаются проблемы но здесь основная мысль основное послание это чтобы мы могли выдерживать божий стандарт по нашей жизни потому что если мы в эту жизнь 7 из себя зло мы потом его пожнем и наоборот и этот баланс сохраняется единственное что является для нас разрушением этого баланса это не разрушением а неким исключением это маши их еще его жертва и когда мы грешные уповая на его милость перекладываем на него грехи то мы понимаем что он маших заклоны за грехи всего мира прежде сотворение человечества он свое время пришел и пострадал за мои грехи чтобы я был чист чтобы ты был чист для тебя это тоже прекрасная возможность и шанс чтобы чтобы избавиться чтобы выйти из тьмы в чудесный свет но мы продолжаем читать пятнадцатую главу второй стих я увидел нечто похожее на море из стекла смешанного с огнем море но стеклянная и внутри там огонь и стоят у этого стеклянного моря победители зверя победители его изображения и победители числа его имени то есть они победили зверя в неких трех форматах то есть философию зверя можно так перевести подчинение структурам зверя и победили влияние на личные жизни исходящие от зверя то есть если вы смотрели предыдущую главу там говорится о том что такое вавилон это совмещение смешение человеческого зла решимости противостоять богу и определенная демоническая подпитка связь всего этого это вот что-то из этой же самой области и вот победители стоят над этим стеклянным озером где все вот это зло сконцентрировано но туда загнана под эту стеклянную поверхность они стоят сверху с арфами божьими и поют песни муше служителя божьего и песни огненка великие дивные дела твои господь бог вседержитель верные правы пути твои царь народов кто не устрашится господь не прославит имя твое потому что один ты свят потому что придут все народы и ниц падут пред тобою потому что суды твои явлены ныне по всей видимости эта песня агнца потому что песнь муше это совершенно другая песнь и про нее мы читаем в книге исход когда народ проходит море чё красное море и она смыкается над фараоном и написано и написал муж и песни то песни моисея но здесь я хочу вас привести к одному интересному моменту про которое говорит свое время ешуа и хотел бы чтобы вы тоже обратились тому моменту мне она говорит таким образом поют песнь муше служителя божьего и песни огненка в луке в 16 главе примерно с 20 стиха идет повествование о богаче и лазаре мы помним чем там все дело закончилось оба умерли один был отнесен на лона аврамова а другой мучаясь в огне наказаний видит лазаря который вместе с авраамом там наслаждается благоуханием говорит пошли меня к моим братьям отче авраам я им скажу что чтобы надо изменить свою жизнь с одной стороны мы не до конца понимаем что там плохого делал этот богач в жизни ну наслаждался а лазарь был нищим как бы автоматически что богатство сразу стало грехом нет конечно много есть богатых благочестивых людей и к сожалению есть много бедных людей которые не благочестивые люди это не всегда правильные ассоциации по всей видимости богатый человек просто был грешник и любил покутить нарушить божью мораль и прочее и очень часто основной уст ударение рассматривая данную притчу ставится на непреодолимую бездну которая находится между ними и теми теми которыми на лоне аврамовым и те которые находятся в аду и невозможности упредить живущих ныне на самом деле по моему и я слышал это мнение от многих мессианских учителей вот это вот непреодолимая бездна и все это больше какая-то ну почти карикатурная модель потому что по сути нам тот загробный мир жизнь после этой жизни ни добра ни зла у нас нету достаточно инструментов чтобы описывать новый завет чаще всего говорит такими выражениями радость неизреченная или скрежет зубов что значит то что другое понятно одно хорошо другое плохо но что там за этими словами более мы не знаем но суть той притчи которую еще рассказывать на в другом авраам на какой-то момент останавливает просьбу богача чтобы он послал его или кого-то другого в мир живых чтобы рассказали как нужно жить и говорит такие слова у них есть муж и и пророки пусть их слушают а если они их не слушают то как услышат того кто воскрес из мертвых то есть это не про этого богача который мог бы воскреснуть из мертвых и его свидетельство тоже было бы отвергнуто указывает ешуа еще говорит там про себя он говорит у них есть муж и пророки кто верит муж и кто двигается последовательно за муж и тот и меня то есть еще про себя говорит который воскреснет в будущем из мертвых разглядит и прислушается голосу моему и вот здесь вот мы видим опять эту связку моши и ишуа моши и огненок и их слова провозглашаются даже на небесах и здесь я еще сделаю одно маленькое отступление очень многие когда читают евангелие от иоанна там написано закон дан через моши а благодать же истина произошли через иисуса христа так на русском языке в синаидалке написано как будто слова а благодать же разделяя два этих концепта на самом деле и тура это тоже благодать потому что это божий закон который был не звезен с небес и дан людям на земле и и ишуа это продолжение той благодати и там стоит поставить не знак не или там а тоже а и и благодать то есть если если говорить это более простым языком то когда случилось бавилла вавилонская заблуждение людей тьма покрыла народы бог в небе прорубает дыру окно свет чтобы струился с небес и называет этот свет авраамом на этом же самом месте более большое окно свет которого освещал уже не только семью авраама но целый народ прорубается с именем моши чтобы целый народ был освещен из того же божественного источника и потом когда приходит еще огромная дверь прорубается в небесах в том же самом месте не в другом расширяя свет и божий поток чтобы он не сходил не только на 7 авраама израильский народ но и на все народы но такая вот картина читаем дальше и увидел я 5 стих 15 главы в небе отворился храм шатер свидетельства и вышли семь ангелов с напастями они были одеты в чистый блеск блестящий лен и опоясаны на груди золотыми поясами одно из четырех существ вручила семи ангелам семь золотых сосудов полных гнева бога живущего веки веков и храм наполнился дымом от славы бога и силы его никто не мог войти в храм пока не завершаться семь напастей семи ангелов опять о судах но про них рассуждать крайне тяжело это какие-то вещи связанные как я уже повторяюсь в пятый раз мера за меру также интересный момент здесь является храм храм похож на шатер свидетельства кстати это выражение храм или на английском tabernacle когда используется или скиния собрания шатер образ образ того что было использовано по выходу из египта суккот кучи помните кущи место которое несет в себе пророческий смысл утешение избавление искупление и в конце я сейчас опережаю события говорю тот новый иерусалим который сходит с небес в последующих главах он там тоже описывает этот схождение как шатер как скинию или кущу бога с человеками и как интересно взаимосвязь праздника кущей суккот который празднуется в израиле в этот праздник по всей видимости рождается ешуа две тысячи лет назад и это связано с глобальным принципом избавления исцеления и полноты божьего откровения на земле может быть еще два слова это конечно не совсем к месту про суккот или про кущи и не совсем ко времени потому что на эту тему наверно лучше было бы поговорить сам праздник кущей или скажем на рождество но по еврейскому календарю по библии праздник суккот это праздник который празднуется восемь дней я слышал мнение одного очень серьезного еврейского учителя который сказал такую вещь если еще родился там и был в суке потому что шалаш или хлев как написано это по всей видимости еврейская куща где могли в осеннее время вполне находиться овцы и козы и даже пару коров и там он мог быть там его родила мир я потому что не нашлось место в более цивильном доме так вот восемь дней младенец ешуа находится в куще и ребенку еврейскому мальчику седьмого на восьмой день делают брит мила то есть восьмой день он полноценный еврей а до этого он как бы представляет из себя народы то есть ешуа в свое время о себе сказал вот я пришел чтобы исполнить про него сказано сей на ком все заключается и вот куща а в ней младенец который первые семь дней представляет из себя народы мира а на восьмой день еврейского младенца то есть израиль и все остальные народы мира заключены в божью кущу утешение милости и грядущей благодати и полноты про которую мы потом прочитаем в 21 главе я немножко оторвался двигаемся дальше и переходим сейчас в 16 главу потом я услышал громкий голос из храма говорящий с 7 ангелом ступайте вылите 7 сосудов гнева божьего на землю и вышел первый вылил свой сосуд на землю ужасные мучительные язвы напали на людей с клеймом зверя поклоняющихся его изображению 2 вылил свой сосуд на море и стала она как кровь мертвеца и все живое в море погибло ну как бы вообще все похоже на египет помните вода море кровь язвы 3 вылил свой сосуд на реки и водные источники они превратились в крови услышал я как говорил ангел вот ты право сущие бывший святой что так рассудил они пролили кровь святых и пророков и ты дал им напиться крови они заслужили то есть опять мера за меру принцип тары некоторые говорят приход ешу отменил тору ничего не отменил он усилил тору он показал как тара принцип мера за меру продолжает связывать духовный материальные все остальные миры единственная возможность это избавиться от наших грехов когда мы возлагаем их верою на ешуа чтобы он маших понес наши грехи а мы взамен принимаем его праведность только здесь как бы идет что-то нелогическое полностью основанная на милости бога но этот же принцип он представлен нам в храмовых жертвах когда человек возлагал руки на козла или на барана и передавал ему свой грех становляясь нечистым то есть нет ничего нового все запущено давно и услышал как жертве как как жертвенник говорит да господь бог содержителю верные правы твои приговоры жертвенник говорит уже не ангел не кто-то и услышали как жертвенник говорил 4 вылил свой сосуд на солнце это 16 глава 8 стих и солнцу было дано сжигать людей своим огнем люди сгорали от сильного жара и проклинали имя бога повелевавшего такие повелевавшего такими напастями но они не раскаялись не воздали ему славы то есть вот солнце она усиливается своим жаром потому что ангел прикасается к нему выливает на него что-то и люди поражаются вот как будто я не знаю как что вот светильник горит или огонь горит и льют немного бензина и прямо она обжигает людей мы не понимаем про что здесь говорится это суды пятый вылил свой сосуд на престол зверя его царство погрузилась во тьму люди грызли себе языки от боли и проклинали небесного бога за боли язвину они не раскаялись своих делах то есть часто наказание не раскают некоторые говорят вот будет война не покаяться я слышал как во время второй ливанской один верующий писал такие письма не молитесь за нас в израиле пускай будет сильнее война люди покаются тогда ну бред какой-то мы должны стал вставать против боли прось должность молить о милости помните авраама творца и проблему содома и гаморы до последнего авраам не боясь стоять перед творцом просто умолял его пощадить и когда такие вещи наступают из только закрываться голову руками прятаться господи сохрани 6 вылил свой сосуд на великую реку ефрат высохла вода в ней чтобы открыть путь царям востока и увидел что и спасти дракона и спасти зверя изо рта уже пророка выходят три нечистых духа похожие на жаб это бесовские духи творящие знамение они идут царям всей вселенной чтобы собрать их на великий на войну великий день бога вседержителя вот я внизу я приду внезапно как вор счастлив тот кто бодрствует и хранит свои одежды и не будет ходить нагим и никто не увидит его срамоты здесь одной стороны мы видим как зло собирается на большую битву в мегида а с другой стороны господь бог говорит я приду то есть все эти вещи не случаются в автономном режиме бог все равно дирижер над всем он насаждает и он разрушает он судит он дает шанс и потом он спрашивает и собрал и он собрал царей вместо которое по-еврейски называется армии гиду все привыкли говорить слово армагеддон но это армии гиду гора мегиду мы живем примерно 20 километрах от нее здесь в хайфе она находится в сторону ёкном а немножко дальше и это пространное место и многие говорят вот здесь произойдет великая битва там действительно происходили великие битвы нужно ли сейчас долина мегиду для великой битвы я не знаю я не военные сомневаюсь там просто сельско хозяйственные поля нужно ли проводить еще одну куликов скую битву или танковую танковое сражение с десятками тысяч танков на этом месте то нет наверно сегодня воюют иначе вон там там агавки прилетели и разбили базу за сотни километров и ничего этого не нужно в сирии имеется в виду пару месяцев месяц назад когда это было но я думаю это образное состояние судов состояния войны и седьмой ангел вылил свой сосуд в воздух из храма раздался громкий голос говоря который шел от престола сделано и были молнии крики громы и землетрясения такого землетрясения еще не бывало с тех пор как появился на земле человек писания говорят что во времена фалика помните родился человек по имени фалик фалик это севрита хелек лихалек разделять земля была разделена по всей видимости тогда происходили тектонические движения и континенты стали удаляться один от другого также во времена потопа были сильнейшие катаклизмы написано не только вода сверху но воды небесные тем вышли наружу по всей видимости тоже землетрясениями но здесь говорится такого еще не было здесь я задам вопрос в каком-то конкретном месте или вообще я уже говорил об этом не всегда мы понимаем формат объектив нацелен только на эту область где живет в свое время пишущие это откровение и он скажем азию или там израиль и окружающие страны или это говорится о всем мире очень сложно понять страх господень это вот как бы цель и были молнии крики крики гром и землетрясения великий город раскололся на три части города язычников рухнули великий город какой иерусалим я не знаю бог вспомнила великой столице вавилонии дал ему чашу с вином своего яростного гнева и обратилась в бед и обратились в бегство все острова и гор больше не найти с неба на людей пал град сградиной в 4 пуда и люди проклинали бога за напасть с градом потому что уж очень велика была то напасть здесь про бедствие говорится здесь сложно говорить что это такое как это физические явления или спровоцированные человеческим безумством вещи которые господь бог подтолкнул к тому чтобы все начало происходить будем читать дальше и разбирать мы остановились в конце 16 главы желаю всем ходить в страхе господним желаю всем быть спасенными от судов божьих желаю быть вам здоровыми и открытыми сердцами и жить правильно не грешить уповать на милость подаваемую в ешуа шалом вам из сиона шалом вам из студии оазис медиа миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oazis defis media.tv